Не можем использовать терминологию шансы и отношения шансов, потому что здесь у нас уже речь идет о квадратах, возведении в квадрат. Ну, или можно сказать, что это расширенное толкование шансов или отношений шансов. Перейдем к двухмерному эффекту x, y. Рассмотрим, для примера, микроэффект x1, y1. Вот его формула. Итак, происходит перемножение частоты А на частоту Е и F, при этом А в квадрате, и деление на частоту D в квадрате, умноженную на частоту B и C. То есть, как бы такой крест получается. Понять смысл этого креста тоже несложно. Если мы проинтерпретируем x2 как не x1, а y2, y3 как не y1, тогда получается, что мы в числителе имеем частоту, где совпадает x1 и y1 и частоту, где совпадает не x1 и не y1. То есть, числители, частоты сочетаний x1 и не x1 на не y1. В знаменателе наоборот. x2, то есть не x1 на y1 и x1 на не y1. Как бы виртуально происходит превращение таблицы в четырехклеточную. За счет такой интерпретации x1 не x1, y1 не y1. И представляя такую четырехклеточную таблицу виртуальную, мы констатируем, что двухмерный микроэффект x1 и y1 тем сильнее, чем в большей мере сочетаются x1 и y1, то есть чем выше здесь частота, или не x1 и не y1. И этот эффект уменьшается, микроэффект уменьшается, как бы размывается, если x1 сочетается с не y1 или y1 сочетается с не x1. На мой взгляд, это тоже вполне логично. Происходит размытие, и поэтому значение эффекта снижается.